Привет, друзья! Прошлое каждой страны уникально. Его можно вспомнить по нескольким незначительным, но уникальным вещам, которых не было в других странах. Речь пойдет о все том же Советском Союзе. Итак, 25 советских вещей, о которых не слышали за границей. Эти вещи вызывают в сердцах некоторых приятный трепет и ностальгию. Пионер-болл. Этот упрощенный и подхилые детские тельца вариант волейбола появился в 30-х годах. Пусть данный вид советского детского спорта развивал в основном лишь хватательную функцию организма, зато он был потрясающе демократичен. Играть в пионер-болл могли буквально все мальчики, девочки, толстые, дистрофики, умственно отсталые и очкарики. В пионер-болле не появлялось звезд, потому что играть хорошо у него было нельзя. Можно было играть очень хорошо, но это уже другая история. До сих пор российские дети в турецких и испанских отелях изумляют персонал, играя в свою загадочную игру. Следующая удивительная вещь СССР, о которой не знали за границей, это доверительные турникеты. Такие турникеты чаще всего устанавливались в метро и на различных пунктах пропуска, где требовалась оплата при входе. Вон, где они зарыты, корни национальной психологии. Только у нас турникеты работают по принципу хищных растений. Вернее, работали по такому принципу. Сейчас же турникеты совсем другие. Попробую объяснить. Эти турникеты были всегда открыты, но как только ты пытался проскользнуть без оплаты, они резко захлопывались, тем самым ты привлекал к себе внимание. Они, как хищные растения, таятся в отме железных ящиков, создавая у тебя иллюзию полной свободы и безопасности. Но при любой попытке незаконного проникновения, их челюсти смыкаются на теле нарушителя в районе самых уязвимых мест. Следующий интересный продукт, о котором и знать не знали за границей во времена Советского Союза, это вареная сгущенка. Казалось бы, зачем уже готовую сгущенку еще и варить? Но наши люди знали смысл в этом и помнили вкус вареной сгущенки. Карамелизованное, концентрированное молоко живет и в зарубежных супермаркетах, в отделах всяческих ингредиентов для кондитерских изделий. Но на вкус, вид и запах это совсем не то, что наша родная сгущенка, которую ты сам три часа варил в кастрюльке, а потом отскребал от стен и потолка, после того, как отвлекся на просмотр фильма. Следующая интересная вещь из Советского Союза, о которой уж точно не знали за границей, это портянки. Портянки были, есть и будут, сообщил как-то в интервью прессе начальник тыла вооруженных сил генерал армии Владимир Исаков, потому что синтетика для ног вредна, особенно когда надо 30 километров пробежать в кирзовых сапогах. В то время считали, что плотные носки нужно шить каждому солдату по личному размеру, либо они просто будут кукожиться и ноги до кровавых мозолей складками набивать. Но все же этот опыт с портянками был и никуда его не денешь и не забудешь. Зато ноги не натирались и было удобно при ходьбе в грубых сапогах. Следующий обычай, о котором не знали за границей, это был обычай посидеть на дорожку. Наше древнее национальное суеверие гласит, что если все члены шумной семьи перед отъездом сядут и помолчат минутку, то поездка будет удачной. Хотя бы потому, что именно в этот сакральный момент они могут мистическим образом осознать, что паспорта остались на диване, билеты в ванной, а на ребенке вместо варежек надеты коньки. Следующий, о чем не знали за границей во времена СССР, это такой обычай, как постучать по дереву. Как известно, вокруг каждого человека полным-полно ушастых злых духов, которые заняты тем, что разрушают все мечты. Как только услышат, что кто-то там хочет лошадь повыгоднее купить или дочь удачно замуж выдать, то сразу несутся со всех лап цены задирать. Девку портить, лишь бы напакостить. Поэтому люди в СССР, сдуру высказав какое-нибудь свое желание вслух, тут же стучали по дереву. Дерево чертей отпугивает, это еще друиды понимали. Но теперь этот полезный навык прочие нации подутратили, а мы как стучали, так и будем стучать. Банный веник, больше похожий на инструмент истязаний, чем наслаждение. Этот пучок веток с засохшими листиками является куда более оригинальным символом нашей страны, чем французский балет. Бани есть у многих народов. Но березовый веник был только в СССР. Да и сейчас во многих банях он используется. Следующая удивительная вещь это березовый сок. Вроде березы много где растут, а вот почему-то никто больше не подумал о том, как вкусен и полезен березовый сок. Может тут все дело в каком-нибудь гении, который только нам позволяет почувствовать едва уловимый привкус сладковатой фанеры, который был так прекрасен в детстве. Да и взрослому человеку березовый сок совершенно необходим, когда к нему в гости приезжает иностранец. Ведь чем еще русский человек может похвастаться перед иностранцем? Только березовым соком. Тогда в СССР можно было купить банку этого сока и заставить гостя как следует попробовать наш национальный напиток. С тихим удовольствием наблюдая за выражением его лица в этот момент. Следующая вещь о которой не знали иностранцы во времена СССР это квас. И если такой напиток как секера, которая была прародителем кваса придумали между речи, то сегодня ни в Египте, ни в Иране кваса днем с огнем не найдешь. Впрочем, как и в любой другой стране мира. Только у нас. А вот тех негодяев, которые последние годы повадились продавать газированные напитки на основе кваса, нужно просто топить в тазиках с их же продукцией. Ретона. Стиральная машинка, которая весит 300 граммов. Практически не потребляет электричества и не заливает соседей снизу. Родилась она в Томске в научно-производственном объединении Ретон. Просто кладешь ее в тазик с водой и грязным бельем, добавляешь стирального порошка и отдыхай не хочу. Пока ты занимаешься своими делами, Ретона занимается своими. Усердно обрабатывает одежду ультразвуковыми волнами. Создает микро пузырьки, которые отделяют грязь от волокон ткани. Потом тебе нужно будет лишь как следует прополоскать белье, вручную застирать или удалить отбеливанием наиболее въевшиеся пятна. Ах да, еще хорошенько отжать постиранное. Миллионы людей уже купили себе это гениальное изобретение. И я так подозреваю, после первой же стирки сразу выбросили в мусорное ведро. Да, кстати, каша из топора это тоже русская сказка. Видимо, между Ретоной и каша из топора есть что-то общее. И там и там из ничего хотели получить что-то грандиозное и многоожидающее. Но из говна конфетку ну никак не сделаешь. И подтверждение этому русская народная сказка каша из топора. Следующая интересная традиция, о которой знали только люди СССР, это поедание жареных семечек подсолнуха. Как мы ухитрились ввести в ранг древних национальных традиций поедания семян подсолнуха, которые завезли к нам лет 200 назад. Загадка. Тем не менее, растение это так впиталось в нашу культуру, что даже натасканные историки нет-нет да и ошибутся. Например, в книге замечательного писателя и историка Бориса Акунина Алтын-Толобас мы можем обнаружить девочку-нищенку, которая лузгает семечки. Не смущаясь тем, что в описанном 1682 году этот экзотический цветок только-только начали разводить продвинутые садоводы Голландии и Франции. Звательный падеж. Как мы знаем, падежей сейчас только шесть – именительный, родительный, дательный, винительный, творительный и предложный. Но звательный падеж одним из форм падежей называют условно, так как в строго грамматическом смысле звательная форма падежом не является. Когда-то он был во многих индоевропейских языках, но потом во многих выродился. А мы бережно его сохранили. Правда, чуть-чуть видоизменив. Лютк? А Лютк что? Если раньше при обращении к человеку мы расширяли слово дополнительное «е» в конце, «княже», «человече», то в современном русском языке звательная форма – это, наоборот, сокращение в последней гласной. Например, Зин, Пашк, Лех. Старый Новый Год. Европа перешла от юлианского к григорианскому календарю в начале 16 века, а Россия – лишь в начале 20-го. Однако православная церковь категорически отказалась участвовать в этом безобразии. Ничего особенного здесь не было. В конце концов, все ветки православия празднуют Рождество 7 января. Но у нас-то произошла еще и атеистическая революция, которая выкинула Рождество на свалку истории. И самым главным праздником года сделала не его, а болтающийся по соседству Новый Год, прицепив к нему все бывшие рождественские атрибуты, типа елки, горящих звезд и даров волхвов. В результате в памяти народной получилась мешанина наподобие салата Оливье, и мы стали обладателями невиданного богатства аж трех праздничных недель, начинающихся католическим Рождеством и завершающихся слегка печальным праздником Старым Новым Годом, само название которого из разряда вещей невозможных, однако существующих. Следующая удивительная вещь, о которой не знали в других странах – это авоська. Это такая сетка для переноски продуктов. Неизвестно, когда первобытный человек впервые догадался соединить сухожилия животных так, чтобы они образовывали ячеистую емкость, которую можно положить в карман на случай, если вдруг по дороге с работы ты выследишь очередь за дефицитной колбасой. Зато известно, как появилось название этой сумки авоська. Впервые оно прозвучало в монологе Райкена в 1935 году. А вот это авоська, говорил его персонаж, размахивая перед зрителем вышеупомянутым предметом. А авоська я в ней что-нибудь сегодня домой принесу. Еще одна удивительная вещь – это то, что в Советском Союзе, в отличие от заграницы, на конвертах указывали сначала страну, потом город, улицу и дом, в то время как во всех других странах сначала указывали человека, к которому должно прийти письмо, и лишь потом координаты того места, где он проживает. Зато нашим почтальонам проще работать. Активированный уголь. Уголь обладает абсорбирующим свойством и заодно понижает кислотность окружающей среды. То, что доктор прописал. Так что лечатся им от расстройства желудка повсюду. Но хитро настроенные доктора и фармацевты зарубежья всячески маскировали исходную составляющую, засовывая в уголь всякие добавки и подвергая его различным метаморфозом. В жизни не догадаешься из чего сделана эта белая пилюля или розовая капсулька. И только у нас честные продавцы расфасовывали в аптечной упаковке чернющие самого устрашающего вида таблетки. Пачкающие рот и пальцы. Зато помогает. КВН и что где когда. Викторин и соревнований больше чем ты себе можешь представить. Но лишь две игры являются нашими оригинальными проектами. Сценарии же всех остальных телевизионщики выкупали у зарубежных компаний. Всего две, зато лучшие и самые любимые и самые интересные. Окрашивание пасхальных яиц луковой шелухой. Конечно это все от бедности. Русский крестьянин обычно не имел достаточных средств для золотой фольги и медовых красок. Так что беднота разукрашивала яйца тем, что было под рукой. А именно луковыми шелупашками. Иногда еще яйца нитками обматывали, чтобы веселенький узорчик получился. Но зато, как следует вываренное в луковом растворе яйцо, получалось куда вкуснее обычного. Особенно если скорлупа чуть-чуть треснула. Подстаканники. Во времена, когда стекло стоило до безобразия дорого, подстаканники были распространены повсеместно, как броня и опора для неустойчивого дорогостоящего стакана. Когда же стекло стало стоить смешное количество денег, подстаканники постепенно начали отправляться в сказочную страну. Так произошло повсюду, кроме одной большой прибольшой страны. Нашим людям приходилось очень долго ездить в поездах. Из-за большой страны. А в дороге, как известно, очень хочется чаю. Тем более, что в стране, о которой мы говорим, чаепитие стало национальной традицией. Молодой человек, присаживайтесь к столу, пейте чай, спасибо. И вот тут-то оказалось, что без подстаканника в трясущемся поезде не обойтись. Ибо неприятно, когда тебя ошпарят кипятком. Все так привыкли, что чай нужно пить из стакана с подстаканниками, что и в домах стали сервировать этот напиток точно так же. Гречка. Хотя корень греч заставляет заподозрить в этой каше греческую шпионку, но она самая, что ни на есть наша. Древние свидетельства употребления гречки человеком в пищу найдены только в одном месте, на Алтае. Там окаменелых зерен гречки в захоронениях и на стоянках полным-полно. Видимо, именно с Алтае гречка распространилась по Азии, правда без особого успеха. Только японцы и китайцы частично сохранили ее в своем рационе, добавляя растертую гречиху в муку, а большинство народов никогда ее толком не ели. Следующая интересная история – это двери, открывающиеся вовнутрь. Легенда о том, что в СССР двери квартир открываются вовнутрь, чтобы КГБ было удобнее выбивать их при аресте – лишь легенда. Двери КГБшникам открывали сами, тихо и обреченно. А их расположение – обычная для северных регионов вещь. Там, где за ночь снега на пару метров на крыльцо наваливает, обычно быстро понимаешь, как надо навешивать двери. Если, конечно, намерен выбраться из дома до наступления весны. Рассол. Маринада, хоть залейся. А вот простого огуречного рассола ты нигде не найдешь и никогда. Только у нас. Непонятно, почему еще не налажен экспорт, не мчатся цистерны, не проложены рассолопроводы. Можно подумать, мы одни такие пьющие. Ну да ладно. 8 марта и 23 февраля. Таких парных праздников нет нигде. Разве только в Японии нашим главным сексуальным праздником немного соответствует праздник мальчиков и праздник девочек. Но там это только для детей, а у нас для всех. На изначальный смысл этих дат уже давно никто не смотрит. В день трудящейся женщины подарки получают даже те дамы, которые не проработали 5 минут своей жизни. А в день защитника отечества даже самых героических уклонистов ничто не спасет от новеньких подарочных носочков. Зеленка. Пожалуй, в нашей стране нет ни одного дома, где не было бы хоть одного пузырька зеленки. Волшебное средство от всего. Помажь и все пройдет. Западные врачи уже научились при осмотрах отличать русских детей по загадочным зеленым пятнам на теле. И как только научились, подняли крик, потому что детишки оказались намазаны такой смесью, которую не то что на себя лить, но и издалека рассматривать небезопасно. С тех пор всякие зловредные западные комиссии то и дело требуют запретить производство зеленки. Но в стране, в которой до сих пор в учебниках по акушерству рекомендуют смазывать зеленкой соски кормящим матерям против трещин, подобные предложения можно расценить как крайнее кощунство, потому что это уже покушение на основы. И завершает список тех вещей, о которых не знали за границей, но знали в СССР, это кедровые орешки. Самые полезные орехи. Чтобы они могли попасть на стол любого гражданина страны, в этой стране надо иметь много тысяч квадратных километров тайги. А промышленным способом кедровые орехи не вырастешь. Либо продавать их придется по цене совершенно непристойной. Уж слишком много места требуется кедру, чтобы разродиться спустя 50 лет первым десяткам скромных шишек. Правда сейчас мы экспортируем кедровые орехи, но за рубежом не торопятся массово их закупать. Больно непривычен этот необычный плод для тамошних покупателей. Ну а на этом все. Если вам понравился этот сюжет, ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал.